Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о разнице между синими, серыми и черными костюмами. Готовы? Начнем! В этом видео я расскажу о костюмных тканях восьми цветов. Черный, темно-синий, пепельно-серый, синий-морской, серый, голубой, светло-серый, светло-голубой. С каждым из этих цветов связано три фактора, на которые стоит обратить внимание при покупке, чтобы ваш костюм прослужил долгое время. Первое, это формальность костюма. Далее, это возможность для того, чтобы его носить. И, наконец, совмещение костюма с другими вещами в гардеробе. Секция номер один, цвет костюма и формальность. Если говорить об официальности, то черный цвет будет самым формальным из всех. По мне, так, такой костюм зарезервирован для черно-белых вечеринок. Я не рекомендую черный костюм большинству мужчин. Давайте объясню. Когда я говорю костюм, то имею в виду пиджак и брюки из той же самой ткани. Черно-белые наряды – это самые формальные вещи, которые можно совмещать для специального случая. Но что касается черных костюмов, то я знаю, что некоторым мужчинам они очень нравятся. Но по мне, так они слишком формальны для обычного делового костюма. Их лучше приберечь для черно-белой вечеринки. Далее у нас идет темно-синий костюм. Один из моих самых любимых цветов. Он служит отличной альтернативой черному костюму. Да, черный и белый галстук как бы требуют черный костюм. Но темно-синий – это безопасная классическая альтернатива. Что интересно, темно-синий – это синий, но в определенном освещении он может выглядеть темнее, чем черный. И вот что самое интересное – он определенно заслуживает место среди формальных костюмов. Но опять-таки, на черно-белые вечеринки не стоит надевать обычные деловые костюмы. Далее у нас идет пепельно-серый. Я считаю, это лучший выбор костюма для мужчины, который только начинает пополнять свой деловой гардероб. Это будет формальный костюм, но недостаточно для черно-белой вечеринки, даже не пытайтесь. Вместо этого смело закладывайте его в фундамент своего делового гардероба. Далее по лестнице формальности у нас идет синий морской костюм. Еще одна классическая модель делового костюма, который можно надеть практически в любой ситуации, как и пепельно-серый. Мне он нравится, потому что этот цвет подойдет для большинства мужчин и их комплекции, а также подойдет для любой деловой встречи. Далее у нас идет серый костюм. Именно такой костюм приходит на ум людям, когда я говорю серый. Он будет светлее, чем пепельный серый и чем морской синий. Также он будет немного менее формальным. Но мне кажется, что для выполнения ежедневных задач он может хорошо подойти. Далее у нас идет синий-голубой. В этом случае ткань может выглядеть уже голубого цвета. Существует несколько вариантов, но вы с уверенностью можете сказать, это голубой костюм. Интересный факт про этот костюм. Он лучше запоминается, несмотря на то, что он все еще темного цвета. Он будет выделяться и будет уже более кэжуал, чем серый костюм, но все еще более формальным, чем следующие два типа костюмов, о которых я расскажу. Подводя итог формальным цветам для костюмов, у меня есть два цвета. Это светло-серый и светло-голубой. Оба эти цвета очень кэжуал, отлично подходят для летнего времени года или для неформальной обстановки. Но для формальной обстановки не стоит надевать эти варианты. Секция номер два, цвет костюма и варианты его ношения на ежедневной основе. Я понимаю, что эта секция зависит от персональных потребностей. Возможно, некоторые из вас никогда не надевали черный фраг, я это понимаю. Так что я приложу максимум усилий, чтобы подогнать эту секцию максимально для каждого из вас. Вначале давайте обсудим черный и темно-синий. Согласно моему опыту, оба эти костюма должны быть зарезервированы для специального формального выхода. Но если их сравнивать по формальности, то тогда берите черный костюм, а не темно-синий. Почему? Он будет выделяться. Например, если у вас два мероприятия подряд и у вас только один этот костюм, то это будет заметно. Люди могут запомнить и говорить, кажется, он был в этом же вчера. Вместо, о, он сегодня снова шикарно выглядит. Так что, если бы мне пришлось выбирать между этими двумя, то я бы выбрал черный. Далее, господа, обсудим темно-серый, морской-синий и серый. Любые эти костюмы могут быть использованы для деловой встречи. Будь это встреча формальной или чуть менее формальной, их можно смело надевать. Возможно, что за пределами Америки морской-синий редко встречается. Так что вам, возможно, лучше выбрать темно-серый или серый. Скорее всего, при выборе костюма вам стоит обратить внимание на тон вашей кожи и цвета, которые вам подходят лучше. Скажем, вы уже пожилой человек и у вас начала светлеть кожа. Скорее всего, вам надо быть внимательнее с оттенками серого цвета. Они могут сделать вас менее жизнерадостным, чем бы есть. Так что в этом случае морской-синий будет более выигрышной опцией. Если вы молоды, то морской-синий может сделать ваш внешний вид еще моложе. Тогда попробуйте темно-серый или серый. Они могут придать зрелости вашему внешнему виду. Любой из этих трех костюмов будет хорошо себя проявлять практически в любой ситуации. Давайте поговорим о синем костюме. Дело в том, что такой костюм очень хорошо запоминается, и у вас не получится надевать его несколько дней подряд. Не думайте, что я рекомендую купить один костюм и носить его пять дней в неделю. Нет, конечно, купите несколько костюмов, если вы часто их носите. Просто чтобы было небольшое разнообразие. Но если вы только проводите собеседование, и у вас впереди три собеседования по одному каждый день, а обычно вы не надеваете костюм, тогда можете взять морской-синий или темно-серый. Никто даже не заметит того, что вы надеваете один и тот же костюм по несколько дней подряд, если вы меняете рубашку и надеваете разные галстуки и карманные платки. Далее у нас идет светло-серый и светло-голубой. У вас не так много шансов, чтобы их надевать. Они очень легко запоминаются, особенно светло-голубой. Если бы мне необходимо было выбирать, то я бы предпочел светло-серый. В любом случае, эти костюмы для жаркой погоды, а не летние. Например, в Нью-Йорке шесть месяцев в году вы просто не сможете их носить. Возможно, если будет ранняя весна или поздняя осень. Но даже тогда необходимо быть аккуратным с погодой, дождями. Если вдруг посадите пятно, то это будет сразу заметно. Третья секция – цвет костюма и взаимодополняемость с другими элементами гардероба. Если говорить о взаимодополняемости, то темно-синий и черный костюмы не очень хороши. Они оба полноценны, также я сомневаюсь, что к ним подходит большое количество рубашек, обуви и аксессуаров. Далее у нас темно-серый. И когда мы говорим о взаимодополняемости, то темно-серый хорош, но не идеален. Дело в том, что он дает резкий контраст. То есть он достаточно формальный и создает резкий контраст с цветными рубашками. Особенно с более мягкими цветами или с различными паттернами. Это также относится и к обуви. Если вы хотите надеть что-то более casual стиля, то это будет не так просто с тканями темно-серого цвета. Потому что они тяготеют к формальному стилю. Думаю, вы заметили схожие свойства. Если вещь имеет много сильных качеств, у нее все равно есть ахиллесовая пята. Далее морской синий и серый костюм. Для обоих этих костюмов взаимодополняемость – это конек. Я считаю, морской синий один из самых популярных цветов для ткани, потому что ее легко подбирать. Оба эти цвета отлично сочетаются с разными цветами обуви. Оба они отлично сочетаются с разными стилями обуви. Даже casual обувь отлично подходит. Синий костюм по взаимодополняемости хорош, но не идеален. Уязвимое место у него в том, что он синий. И не потому, что он незабываемый, а потому, как он взаимодействует с другими цветами. Допустим, у вас хороший синий костюм с классным галстуком и розовой рубашкой. Да, некоторые люди говорят, «Антонио, ты что, одеваешься как Джокер?» Конечно нет, я даже не думал об этом. Но я прекрасно понимаю, когда ты уходишь в эту палитру цветов, то можешь начать мультяшно выглядеть. Светлый серый и голубой костюм – оба отлично взаимодополняются. Сильная черта светлых костюмов, они остаются на заднем плане и не требуют к себе внимания. У вас отличная рубашка, шикарный галстук и яркий платок. Вы хотите, чтобы именно на них было все внимание в образе? Тогда надевайте светлый костюм, который не будет затмевать и перекрывать другие элементы вашего внешнего образа. Итак, господа, теперь ваш черед. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом видео. Научились ли чему-то новому? И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, делитесь с друзьями. Есть мужчины, которые надевают костюмы не того цвета. Почему я поделился с вами этой информацией? Потому что я хочу, чтобы вы стали теми мужчинами, которые знают, кем они хотят быть.